Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Огромное спасибо, что заглянули! Если вы до сих пор не подписаны, то буду очень признательна всем, кто нажмет эту кнопку. Пару дней назад мне резко захотелось KFC, тогда заказать себе не смогла. А вот сейчас решила снять для вас мукбанг. Сказать честно, бургер у них я не очень люблю. Вообще вот эта булочка у них как будто резиновая. Я не знаю, по крайней мере у нас так. А вот все остальное я заказала, взяла себе свой любимый баскет. Не острые крылышки, но они тоже острые. Были бы они абсолютно не острые, было бы вообще супер. Поэтому с крылышками прям беда. Неужели так сложно сделать? Не острые. У них есть два типа, острые и не очень острые. Острые я не пробовала, но не острые, тоже очень острые. Соус взяла сырный. Они поменяли формат и сделали соусы вот в такой упаковке. Мне больше нравится, потому что бедрышки сюда макать гораздо удобнее. Давайте приступим. Приятного аппетита вам тоже, кто кушает. Всем приятного аппетита. Все самое вкусное. В инстаграме ставила опросник. И многие спрашивали про квартиросъемщиков. Давно, Алька, ты про них не рассказывала. Какие там новости, что нового. На удивление, все хорошо. В этот раз мне очень повезло. Две девочки. Шикарные просто. Ответственные. Вовремя платят, милые. И помните, я вам рассказывала, когда я сдавала квартиру, я должна была сдать другой семье с ребенком. Просто последний момент так получилось, что я сдавала этим девочкам. И сейчас я думаю, как хорошо получилось, что я встретила именно их. Очень красивые, воспитанные. В общем, пока что все хорошо, ничего не ломалось. Оплата вовремя. Кстати, у них тоже есть кошечка. Так что я не рассказываю, потому что просто нечего рассказывать. Особо никаких происшествий не происходит. И слава богу. Здесь у нас сырные подушечки. Я взяла всего три. Сырные подушечки макаем тоже в сырный соус. Гениально. Не знаю, какой здесь состав, но мне кажется, здесь в составе еще есть пюрешка. Кстати, хочется поздравить всех девчонок с 8 марта. Правда, он был вчера. Вчера я просто не снимала видео. Снимала только сегодня. Сегодня желаю вам, чтобы ваши все дела всегда шли только в гору. Чтобы все желания всегда осуществлялись. Рядом был достойный, красивый, умный, верный мужчина. По карьерной лестнице, чтобы вы двигались только вперед. И самое главное, я желаю всем гармонии с собой. Я всегда это желаю, но немногие понимают, о чем я вообще говорю. Дело в том, что у вас может быть абсолютно все. Например, семья, дети. Достаток. Но все равно вы можете чувствовать себя несчастные. А есть люди, у которых, например, нет ничего. Но при этом они радуются солнышку. Радуются какой-то небольшой покупке. То есть я вот желаю вам набрести внутреннюю гармонию, чтобы каждая мелочь приносила вам счастье. И это важнее всего. Иногда человек, например, со стороны популярный, богатый, красивый. Думаешь, блин, чего не хватает этому человеку? А внутри человек глубоко несчастен. Недавно смотрела видео, где Слену Гомес плачет и говорит о том, что я настолько надоела это все. Что она хочет в семью. Она хочет быть обычным человеком. Не хочет быть звездой. В общем, я вам прежде всего желаю гармонии с собой. А все остальное будет. Картошечка еще горячая. Очень вкусная. Мой 8 марта прошел как-то скучно. Я предложила маме пойти куда-то в ресторан, погулять, погулять на машине. Просто мама последние несколько дней заболела. у нее что-то никак не проходит горло. Поэтому мама сказала, нет. Я сейчас не в состоянии. И, наверное, скорее всего, в заведениях тоже особо мест не будет. Но это, в принципе, вопрос решаемый. Можно позвонить, забронировать. Подождем, наверное, еще пару дней. Чтобы мама выздоровела. И мы хотим поехать в деревню. Я вам уже на бумажном канале об этом распаковке говорила. Мы планировали вообще прям сегодня выехать. Но просто мама еще не выздоровела. Я боюсь, что ей станет еще хуже. Потому что в деревне там еще холоднее, чем в Баку. В Баку погода классная. А там всегда бывает холодно. Еще плюс дома нету отопления, холодная вода и все дела. Просто в деревне есть неотложные дела, которые нужно решить. Нам обязательно нужно поехать. Я решила ехать на машине. Хотя все меня отговаривают, что не надо. Ну, вот и пока не готова к трассе. Это опасно. Что-то может случиться. Брат вообще предлагает поехать с нами. В общем, мой брат. Это просто золото. И вот реально не преувеличиваю. Я желаю всем нам вот таких братьев, как мой брат. В любой ситуации. Любой кипиш. Он всегда поможет. Вот ситуация, я не знаю, что делать. Например, в полнейшей жопе. Я изменяюсь за выражение. Первое, что мне приходит в голову. Позвоните брату, рассказайте. Сказать, как разрулить эту ситуацию. И вы знаете, он разрулит. Всегда. И вот хоть сейчас папы нету рядом. Брат настолько мне его заменяет. Вот своей любовью. Своей заботой. Вот всем. Недавно, несколько дней назад. Может, дня 4-5 назад. Я припарковала машину. Достаточно далеко от нашего дома. Не то, что далеко. У нас просто 5 зданий стоят. И обычно я припарковываюсь около своего входа. А так как там места не было. И было свободное место в очень простом. В простом месте. Я оставила машину далековато. И когда отходила уже от машины, я заметила, что у меня сзади прям как будто царапина. Но ее можно заметить, если ты стоишь в метре от машины. То есть, если дальше, ты этого не заметишь. Ну, типа как царапина. Я такая думаю, интересно, кто же меня поцарапал. Подхожу ближе, а потом понимаю, что это просто грязь. Ну, просто грязь сзади легла так. Как будто это царапина. Вот на днях мы разговариваем с братом. Брат мне такой говорит, слушай, я нашел твою машину внизу. Я подумала, что она поцарапана. Подошел ближе. Оказывается, нет, это была грязь. И вот казалось бы, это такая мелочь. Но брат печется о тебе. Смотрит, где стоит твоя машина. Осматривает ее. Как раз-таки в этих мелочах проявляется забота, любовь. Поэтому есть люди, которые не видят эти мелочи, воспринимают это все как должное. Но я ценю. Ценю все, что для меня делают мои близкие. В общем все абсолютно меня отговаривают ехать в деревню одной. Типа трасса, далеко, не сможешь, мало ли что может произойти. Но я не могу вам объяснить, но когда рядом со мной нету никого, я чувствую себя гораздо комфортнее. так скажем. Я уже в разных ситуациях принимаю решения самостоятельно. В любом случае, когда-нибудь нужно переходить на трассу. В городе, в принципе, я вожу хорошо или плохо, это уже, конечно, другая тема. Но потихоньку мне кажется, нормально. пока что я не царапала машину особо так-то. Никаких таких ДТП особо не было. и слава богу. Но даже если это все будет, это не столь страшно. Давайте это уберем и вот так и поставим. То есть, все мы так учимся. Поэтому я приняла решение, что я все-таки поеду. Дальше я хочу вам там заснять влоги. Тогда не знаю, насколько интересные влоги получатся. Там у нас есть печка. Мы будем топить печку. Я вот хочу как-то эстетично это все снять, как я убираюсь в этой комнате. потому что я все равно это буду делать. Лучше уж поставить камеру, еще снять материал, заработать бабок. Правильно. Хочу какой-то вот прям длинный влог снять. Или можно небольшие влоги, но каждый день. Я не знаю, как надолго я поеду. Но если я пропаду на какое-то время, чтобы вы знали. Хотя в инстаграме по-любому я истории вам буду снимать. Вопросы, истории обязательно будут. Так что подписывайтесь обязательно на инстаграм. Вот крылышки. Я не знаю, как для кого, для меня это очень остро. Очень. И это еще не острые. Можно даже заснять мукбанг, хотя, наверное, холодно будет. Мукбанг засниму чуть позже, когда мы поедем. Дай бог поехать, приехать без происшествий. Нормально. Я буду ехать не очень быстро. Установила на телефоне навигатор, чтобы я знала, как, куда ехать. может быть, я еще возьму друга детства. Он тоже сейчас упакует, он тоже хочет поехать в деревню, а его машина как раз-таки в деревне. Может, с ним тоже поеду. И вот тут у меня такой вопрос, я думаю, брать ли с собой твикса. Что он один будет делать дома? А в деревне я боюсь, что он потеряется или заболеет, или что-то с ним произойдет. Нахватается блох. В прошлый раз, когда я ехала на похороны бабушки, он себе лапку повредил. Поэтому мама предлагает его брать с собой. А я вот не знаю. По идее, пустая машина засунула его в переноску и повез в деревню. Но посмотрим, там уже по ситуации. Скорее всего, наверное, возьму с собой. другого варианта нет. Потому что мы не знаем, на сколько мы дней. Для себя точно знала, что я на день, туда и обратно. Топ с удовольствием. А так я его не могу на долгое время оставлять одного. А вы обязательно пишите в комментариях ваше мнение. Будет очень интересно почитать. Стрипсы, крылышки, сырные подушечки, твистер. Было все очень вкусно. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok